Вероника Ежова Сначала дня вы проведете легко и позитивно. День обещает быть незаметным, но не расслабляйтесь. Завершите дела до субботы, чтобы полноценно насладиться отдыхом. Настраивайтесь на пятничное настроение, не спеша заваривайте чай или кофе и оставайтесь с нами. Мы уже начинаем. Сегодня 11 сентября, день рождения Всемирного фонда дикой природы. Того самого, чей логотип с черно-белой пандой мы все видели хотя бы раз в своей жизни. Это одна из крупнейших в мире неправительственных природоохранных организаций, усилия которой направлены на решение самых актуальных проблем охраны природы во всех уголках мира. На сегодняшний день фонд занимается охраной отдельных биологических видов, почв, ландшафтов, воды и воздуха, что незаменимо для сохранности нашей планеты. За время своего существования он реализовал более двух тысяч проектов, среди которых операция «Тигрь», «Моря должны жить», компания «Тропический дождевой лес», а также сформулировал документы, задачи правительств в деле охраны природы, девять правил охраны природы и многие другие. День в календаре – далее в нашей программе. День трезвости Прошло в 1911 году в Санкт-Петербурге под лозунгом «В трезвости счастье народа». 11 сентября 1913 года он стал официальным праздником, который поддерживала Церковь. В этот день верующие отмечают усекновение главы святого пророка Иоанна Предтечи. Иоанн Креститель или Иоанн Предтеча считается покровителем дрезвого образа жизни потому, что святой погиб во время празднования дня рождения Ирода. Когда опьяненный царь потерял контроль над собой, он по пьяной прихоти и в награду угодившей ему танцовщицы казнил Иоанна. Поскольку этот день сопровождается очень строгим постом, само собой запрещен алкоголь. Таким образом священнослужители хотели объединить общество и возвысить ценность здорового образа жизни. Однако с приходом советской власти празднование этого дня прекратилось. Тогда были свои методы пропаганды трезвости. Понимая, что проблема алкоголизации населения все еще актуальна, в 2005 году решили возобновить празднование дня трезвости. С тех пор в России в этот день проводятся тематические акции, выставки, семинары и конференции. Во многих регионах организуются велопробеги, марафоны и другие спортивные мероприятия. Главная цель возрождения праздника в России и приуроченных к нему мероприятий обозначить в общественном сознании людей, что трезвость – это естественное состояние человека. Но наша страна действительно уникальна. По забавному совпадению, в День трезвости в России также отмечается и День граненого стакана. 11 сентября 1943 года на российском заводе в городе Гусь-Хрустальный был выпущен первый граненый стакан. Это советское изобретение успешно используется по сей день. Простой стакан емкостью 200 мл и имеющий 16 граней есть в большинстве квартир, однако когда на самом деле он появился, до сих пор неясно. Есть версия, что это изобретение Владимирского стекловара Ефима Смолина, который поставлял посуду Петру Первому для поставки на корабли. Он заинтересовал правителя тем, что из-за граней во время шторма упавший на бок стакан не должен катиться. Когда царь решил проверить эту теорию, он допил вино и швырнул стакан на пол. Несмотря на то, что стакан разбился, царь сказал «стакану быть». Однако окружающие услышали «стаканы бить» и начали выполнять приказ. Вот так и появилась традиция бить посуду. Множество веков существует гороскоп в жизни человека. Еще шумеры разделили ночное небо на 12 секторов. От них и произошло происхождение знаков зодиака. Чего ожидать от сегодняшнего дня? Астрологи говорят, благоприятный день для инициативных людей, готовых проявить себя. Время экспериментов, самые смелые решения окажутся самыми удачными. Прислушайтесь к интуиции, она поможет обойти все трудности и ловушки. Перегрузок сегодня желательно избегать, особенно во второй половине дня. Полезна смена обстановки, вероятно, интересные знакомства. Более подробный гороскоп для каждого знака зодиака далее. Овны. Если нет особого желания изменить жизнь, то лучше уйдите в тень. Так можно избежать новых встреч, перемещений и разбирательств. Тельцы. Только спокойное течение жизни поможет избежать стрессовых ситуаций. Не вздумайте менять приоритеты. Они расставлены правильно. Умейте радоваться мелочам. Близнецы. От планомерности зависит многое. Чрезмерную активность нужно приструнить. На дальнюю дистанцию предстоит бежать тем, кто только устроился на крупное предприятие. Раки. Вас ожидает масса впечатлений и приглашений. Обязательно контролируйте самочувствие. Возможно, перепады давления и головная боль. Если появится возможность отдохнуть, то не отказывайтесь. Львы. Плодотворный и неординарный день. Новые знакомства придадут уверенности в себе. Огромную роль в личной жизни сыграет человек, с которым вы дружили еще в детстве. Девы. Гороскоп не рекомендует загружать себя задачами, которые должны решать другие люди. Занимайтесь своими проектами. Это полезно и финансово выгодно. Дикая природа бывает очень забавной. Создатель фильмов Ким Уильямс установила в горах камеру слежения, чтобы иметь возможность понаблюдать за дикими животными. Женщина хотела запечатлеть, как медведей в жаркую летнюю пару привлекает грязная лужа, в которой можно охладиться. Но зверь повел себя несколько по-другому. Он не только искупался, но и пускал пузыри носом. Гризли наслаждался прохладой, смешно разложившись на животе, даже не подозревая, что за ним наблюдают. Что произошло за день, далее в других новостях. Правительство России направит дополнительные средства на закупку вакцин от гриппа для бесплатной вакцинации, сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин. Об этом сообщает РИА Новости. Президент поставил задачу, чтобы в этом году как можно больше людей, особенно из группы риска, смогли бесплатно сделать прививку от гриппа. На закупку этих вакцин в бюджете предусмотрено 22,5 миллиарда рублей. Сегодня направим на это дополнительно 4 миллиарда 100 миллионов рублей, сообщил Мишустин на заседании Кабинета министров. Роспотребнадзор уже начал мониторинг ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ. Пока в России фиксируются лишь единичные случаи. В стране началась массовая вакцинация от сезонных инфекций. Минпросвещение России намерено запустить на портале Госуслуг специальный канал для жалоб на организацию бесплатного горячего питания в школах. Об этом сообщил в четверг заместитель директора Департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур министерства Андрей Родионов, передает ТАСС. Все жалобы, оставленные на портале, будут доводиться до специалистов ведомства. Центр принятия решений будет замкнут на уровне субъекта. Запуск канала на Госуслугах даст министерству возможность чувствовать систему изнутри, уточнил Родионов. Напомним, что Мордовия одна из первых откликнулась на решение президента вести бесплатное питание в школах. Завтраки и обеды все ученики начальных классов в Мордовии получают уже с 1 сентября. Пользователи портала Государственных услуг смогут подписывать ряд документов и заявлений электронной подписью. Для этого не потребуется посещать ведомство, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, передает РИА Новости. Вице-премьер добавил, что у ФНС подобный сервис уже действует и у налогоплательщиков есть возможность подписывать налоговые декларации. Будет строго определенный, согласованный со всеми, кому положено, с госорганами перечень документов и услуг, которые можно будет подписать электронно. Но это будет очень эффективно работать, обращает внимание Чернышенко. Как отмечает вице-премьер, сервис станет эффективным, так как люди чаще всего используют смартфоны. Ну а сейчас продолжение гороскопа для оставшихся знаков зодиака. Весы. В общении с родственниками придерживайтесь тактики «ничего не слышу, ничего не вижу». Это поможет избежать ненужных споров и разборок. Скорпионы. Не вздумайте лицемерить перед теми, с кем вам еще долго работать вместе. Поверьте, что при плохой игре даже приятная мина не помогает. Стрельцы. Вас ждет успех в финансовой сфере. Со здоровьем не шутите. Если появятся симптомы простуды, сразу же принимайте меры. Возможен приезд гостей. Козероги. Глупую установку даст себе козерог сегодня. Обойдись без любви. Это может привести к грустному и затяжному одиночеству. Наоборот, если испытываете чувства к кому-то, то откройтесь на все 100%. Водолей. День поломок и нервотрепки. Но вы справитесь. Просто без специалиста за ремонт не беритесь. Вечер проведите в одиночестве. Отдохните. Рыбы. Эмоциональное состояние нестабильное. Поэтому уходите от споров. С финансовой точки зрения все обстоит благополучнее, чем вчера. Каждый человек – это определенный психотип. Ему присущи свои привычки, жизненные ценности. И если внимательно посмотреть, есть шанс понять, кто перед вами и избежать конфликтов. Все это проявляется через поведение, манеры и внешний вид. Допустим, вы сидите в ресторане или кафе. Посетитель начал хамить официанту или долго не может сделать заказ. Определить, кто сидит за соседним столиком по тому, как человек заказывает еду, вам поможет наблюдательность и рекомендации в нашей рубрике «Женские советы». Интересно, кого из своего окружения вы узнаете? Язык тела, вкусовые предпочтения и поведение в процессе принятия пищи может выдать собеседнику гораздо больше информации, чем рассказывает о себе сам человек. Если вам нужно быстро раскусить крепкий орешек и понять, что перед вами за фрукт, пригласите незнакомца в кафе и понаблюдайте за его движениями. Куда смотреть и как анализировать – сейчас расскажем. Если объект вашего изучения сделал заказ, даже не взяв меню в руки, это говорит о нем как о человеке упрямом. Такие люди не любят экспериментировать. Ему по вкусу в прямом и переносном смысле что-то привычное, что говорит также о стабильности человека. Но это работает только в том случае, если ваш оппонент впервые находится в этом заведении. Если собеседник, напротив, начал изучать меню и активно расспрашивать официанта о блюдах и вкусовых сочетаниях, значит, этот человек готов к экспериментам, легко переносит сложности судьбы. Человек, заказавший острое блюдо, склонен к авантюризму, азарту, новому и неизведанному. Эмоциональных и нестабильных людей отличает любовь к сладкому или мясному. Как правило, свои жизненные трудности они как раз заедают. Но в свободно от трудности момента такому типу личности присуща любовь к жизни, к новым людям, общению. Овощные салаты, фруктовые нарезки и другие нейтральные блюда – это предпочтение интровертов. Они не будут пробовать что-то новое, уж тем более любезничать с официантом. Они за правильное питание. Все это говорит о том, что такие люди ценят свое здоровье консервативно. Их сложно вывести из равновесия и заставить что-либо сделать, чего им не хотелось бы совершать. Люди склонны к поиску приключений, авантюрам и острым ощущениям. Чаще заказывают что-то небанальное, например, экзотическое блюдо с диковинными ингредиентами. Если человек заказал сладкое, например, мороженое, пончики или тортик – это говорит о его открытости, мягкости, доброте. Они умеют поддержать, составить приятную компанию, стать душой вечеринки. К таким тянутся люди, им можно доверять. Как человек ведет себя за столом – это тоже важно. Ваш спутник быстро ест, но при этом вы никуда не спешите. Это говорит о том, что человек, который ценит время, способен быстро принимать решения. Его продуктивность всегда высока. Те, кто любит жить на максимум и хотят всего и сразу, обычно не следят за порядком приема блюд. Они могут с закусок переключиться на десерт, а после вернуться к основному горячему. Люди-контролеры, напротив, разделяют на тарелки ингредиенты чуть ли не по цвету и текстуре. Они не мечтают достать звезду с неба, на них можно положиться и в делах, и по жизни. Если собеседник во время приема пищи озвучивает, как все вкусно, смакует каждый кусочек и получает от еды нескрываемое удовольствие, и наоборот, если невкусно говорит об этом, это свидетельствует о том, что человек очень самодостаточный, независимый ни от мнения людей, ни от людей в целом. Он знает, чего хочет и не боится быть самим собой. Хорошего вам дня и приятного аппетита! Хоть осень нас еще балует теплой погодой, идет начало холодов, дождей и простуд. Но если повлиять на природу мы не можем, то позаботиться о своем иммунитете под силу каждому. Чтобы осень прошла без простуд и ОРВИ, надо уже сейчас внести некоторые изменения в свою диету и образ жизни. Лимон, имбирь, мед и травы. Существует множество народных средств. Мы решили спросить у жителей города, как в преддверии осени они укрепляют иммунитет и переносят период холодов без простуд. Узнаем прямо сейчас. Осень – это не только прекрасное время года, но и сезон простуд и плохого самочувствия. В наступившее межсезонье стоит особое внимание уделить своему здоровью, иначе легко простудиться. Есть множество способов избежать болезни. А вот какие методы используют жители нашего города – сейчас и узнаем. Здоровый образ жизни обязательно. Гуляем мы, так как уже возраст в таком возрасте, вечерами мы всегда гуляем. И чай, хороший чай. Делаю такую настойку. Мёд, уксус яблочный и чеснок. Всё это смешиваю, настаивается, и я каждое утро натощак по две столовые ложки пью, запивая тёпленькой водичкой. Это очень обезопасит нас от вот этого вируса. В межсезонье дочка у меня, например, сегодня сделала прививку от гриппа, и планирую сама сделать. Вот, надеюсь, так себя обезопасить. Следим за собой, одеваемся. Вот холод – одеваемся. Тепло – мы слегка раздеваемся, чтобы не потеть, чтобы потом не просквозило нас. Я вот, например, боюсь сквозняков. Когда сквозняки – это плохо. Я занимаюсь физкультурой, очень много гуляю по свежему воздуху, веду здоровый образ жизни. Мы заготовили варенье, соленье, компоты. А вот прививки по рекомендации Минздрава обязательно надо делать всем, не только взрослым, но и детям. Что мы это обязательно сделаем от гриппа, от пневмококовой инфекции, потом от коронавирусной инфекции. В общем, что придумают наши вирусологи, надо делать непременно, чтобы наша нация была здоровой. Занимаюсь спортом, ем правильную пищу, а еще круглый год хожу в баню и закаляюсь. Особых методов нет защиты от всяческих простуд. Просто здоровый образ жизни, ну и зарядка. Внутренняя зарядка обязательно. Вот прогулки. Вот сейчас я пешком иду с работы, это от университета. Иду до военной базы, 20 километров. Вот, это достаточно. Не восьмая десятка, вполне достаточно. Мед купим, чай будем с медом пить, гулять на свежем воздухе. Положительный эмоций, нервничать не будем, все у нас хорошо. В сезон простуд я подготавливаю иммунитет к началу вирусных заболеваний, принимая препараты, которые укрепляют иммунную систему, витамины. Но это нужно учитывать, конечно же, в состоянии своего здоровья, проконсультироваться с врачом, без врача не назначать себе никаких препаратов. Я консультируюсь с врачом и принимаю то, что он мне рекомендует. Подводя итог, делаем вывод, что способов обезопасить себя великое множество. Это и прогулки на свежем воздухе, и чай с медом и вареньем, ну а также, конечно же, здоровый образ жизни и прекрасное настроение. Ну а вы выбирайте то, что вам подходит, и будьте здоровы. Для многодетных семей ипотека особенно важна. Хочется расти детей в хороших условиях. Квартирный вопрос активно помогает решать государство. Оно и понятно. Демографическую проблему никто не отменял, а отсутствие собственных квадратных метров – одна из главных причин, тормозящих появление ребенка. На кого распространяются ипотечные льготы, и всем ли они достанутся? Что нужно, чтобы получить поддержку государства? Комментарий из налоговой службы на эту тему прямо сейчас. 450 тысяч от государства. Что это за льготы, и кто на нее может рассчитывать? Расскажем все по порядку. Такую сумму могут получить семьи, в которых родился третий или любой последующий ребенок. И произойти это радостное событие должно с начала 2019 года до конца 2022. Разумеется, деньги дают не просто так. 450 тысяч рублей идет на погашение основного долга по ипотечным займам. Ими можно оплатить часть и даже всю сумму долга на квартиру или дом. Причем это касается и новостроек, и вторичного жилья. Согласитесь, это реальная поддержка многодетных семей. В соответствии с федеральным законом от 3 июля 2019 года номер 157 ФСЗ, гражданам у которых родился в период с 1 января 19 по 31 декабря 2022 года третий и последующий ребенок при приобретении жилья как на первичном, так и на вторичном рынке, если они имеют ипотечный и жилищный кредит, списывается частично или полностью их обязательства по кредиту в размере их задолженности, но не более 450 тысяч рублей. Обращаться за этой программой также нужно непосредственно кредитную организацию, в которой человек имеет кредит или заем. И что должно особенно порадовать многодетные семьи, ходить по инстанциям и собирать справки не надо. Достаточно прийти в банк, в котором оформлялся ипотечный кредит, и все. Документов минимум. Деньги перечислят в банк из бюджета, возвращать их не нужно. На самом деле сумма экономии будет даже больше. При погашении долга уменьшатся суммы переплаты по кредиту. Это новый вид господдержки для семей с детьми. Он не заменяет и не отменяет другие государственные выплаты. Так программа действует в дополнение к материнскому капиталу и не заменяет его. С 1 января текущего года материнский семейный капитал увеличен на 3% и установлен в размере 466 617 рублей. Также на 3% увеличены остатки средств материнского семейного капитала по тем семям, которые не использовали его в полном объеме. С момента действия программы государственной поддержки семей у нас вручно более 45 тысяч государственных сертификатов на материнский семейный капитал. Из них в 2019 году 2747 сертификатов. Одним из нововведений этого года стало распространение программы материнского семейного капитала на первых детей. Семьи, в которых начиная с 1 января 2020 года рождается первенец, они получают материнский капитал в размере 466 617 рублей. Для семей, в которых с 1 января 2020 года рождается второй ребенок, размер материнского капитала увеличивается еще на 150 тысяч рублей и составляет 616 617 рублей. И такая же сумма положена при рождении третьего и последующих детей. Единственным условием является, чтобы семья ранее не имела права на материнский семейный капитал. Простой пример. Есть семья с двумя детьми. Одное количество лет назад они купили квартиру в ипотеку. Первоначальный взнос оплатили материнским капиталом за второго ребенка. В 2019 году у них родился третий ребенок. Долг банку к тому времени, ну, допустим, составлял 700 тысяч рублей. Государство погасит за эту семью 450 тысяч рублей. В остатке 250 тысяч. Семье останется выплатить только эту сумму. Если же при рождении третьего ребенка сумма долга будет 450 тысяч рублей меньше, ипотечный кредит закроется полностью. В законе нет требований, чтобы это жилье было единственным. Главное подтвердить сам факт ипотеки и многодетности. Фактически, многодетная семья может специально взять ипотеку ради господдержки, даже если у нее уже есть квартира. Но стоит учитывать, что этот вид господдержки дают только один раз. Если семья получила 450 тысяч рублей за третьего ребенка в 2019 году, а в 2022 родится четвертый ребенок, денег больше не дадут. На этом сегодня у меня все. Увидимся на следующей неделе, дорогие зрители. С вами была Вероника Ижова. Если вам есть чем поделиться и что рассказать, пишите нам. Адрес вы видите на экране. Все выпуски программы «Народное утро» смотрите на YouTube-канале «НТМ-13». Удачной и быстрой пятницы и хороших выходных. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова